Меня уже неоднократно попросили прокомментировать ситуацию вокруг Северного потока. Я думал очень долго, как бы мне сформулировать свою позицию. И вот на канале Ост-Вест я нашел интервью с экологическим активистом Чириковой беседу Бориса Райдшустера с этой оппозиционной активисткой, которая эмигрировала и проживает в Эстонии. Это очень толковое интервью, и главное, что она выразила в своих словах практически все то, что я тоже думаю по этому поводу. Хотел бы добавить, что журналист Борис Райдшустер, один из немногих журналистов Германии, кто продолжает постоянно и неустанно говорить о ужасах путинского режима, о том, что это опасный режим, что нельзя вот так сквозь пальцы смотреть на дела Путина, что в конце концов в Европе должны начать серьезно к нему относиться, и нужно применять не только санкции, но и какие-то конкретные действия против Путина. Он один из действительно немногих, кто называет вещи своими именами, ну может быть потому, что он, по-моему, 20 лет живу в России и очень хорошо разобрался во внутренней ситуации. Тем не менее, голос Бориса Райдшустера практически голос вопиющего в пустыне. В Германии действительно очень мало пишут о Путине, очень мало говорят о России, и такие вещи, как Северный поток, стараются представить в прессе как очень выгодное дело для Германии, не затрагивая при этом вопросы, что это очень сильно ударит по Украине, что это может эскалировать ситуацию, что в конце концов это грязные деньги и так далее. Ну, что можно сказать? Мое личное отношение – это отвратительно. Это отвратительно, что Меркель была вынуждена пойти на эту сделку. На нее очень сильно надавило путинское лобби. Здесь в Германии очень много так называемых «путинферштея», то есть понимающих Путина, естественно, во главе с мерзавцем Шрёдером. И они все-таки продавили эту программу, потому что речь о многих и многих миллиардах, которые экономит Германия, и получая, так сказать, свою вожделенную трубу. К сожалению, хотя это возмущает, но очень немногих людей, опять же, очень близко связанных с Россией. Все остальные населения, для них это лишь возможность получать газ по дешевой цене. Плюс многие говорят, что это вынужденная мера, потому что сейчас Трамп очень сильно ломает отношения между Европой и США. Это действительно так. Плюс Трамп хочет свою монополию на продажу жиженого газа, чему хотят противостоять европейцы. Одним словом, это очень сложная проблема, многосторонняя, там слишком много подковерной борьбы. Но если вы хотите знать мое личное мнение, на данном этапе мне стыдно за то, что Германия принимает такие решения. Я бы, конечно, был категорически против всего этого. Тем более, это с экологической точки зрения не оправдано. Но, тем не менее, решение принято. Путин на свои собственные деньги строит эту трубу. Как говорится, отказаться от такого предложения немецкие предприниматели не смогли. Ну, а руководство и региорг, то есть правительство, были вынуждены прогнуться в данном случае под вопросы бизнеса, потому что в Германии вопросы бизнеса стоят на первом месте. Вот послушайте, о чем говорил Борис Райдшустер. С госпожой Чириковой. И, как говорится, готов подписаться под каждым их словом. Когда я стала немножко подробнее изучать эту тему, то выяснилось, что не только экологические проблемы мы имеем, но мы имеем очень серьезные проблемы и политического характера. Потому что эта труба идет в обход Украины. И цель-то какая, да, убрать вот этот газопоток из Украины и гнать газ напрямую в Германию. И, собственно говоря, к чему это приведет? Ну, то, что у Путина будут развязаны руки для эскалации конфликта, если ему вдруг это захочется. То есть у него будут такие возможности. Что еще очень неприятно, почему я поняла, что этот проект опасен, это потому, что, вы знаете, как ни удивительно, но, к сожалению, после аннексии Крыма, после войны против Украины, Германия стала покупать у России в два раза больше газа, чем до войны. И это, конечно, поразительно, потому что вообще-то газа в России не хватает. Может быть, звучит странно, но это действительно так. У нас снижаются программы газификации, у нас треть населения живет без газа, и российские власти вынуждены чем-то газ заменять. Чем они его заменяют? Углем. То есть, конечно, экологически опасный и климатически небезопасный газ гонится в Германию, но он намного чище, чем уголь. Углем начинают топить российские города, и у нас эффект черного неба, то есть, когда угольные станции работают, то вы потом дышать не сможете, все в черных. Это трагикомично, потому что в Германии же у нас очень зеленая страна, у нас зеленая идеология такая господствующая, и немцы жутко гордятся, что они больше газа теперь жгут, и что меньше угла, и получается, чтобы получить этот газ, мы создали ситуацию, в которой в России вынуждены сжечь больше угла в этих топотепных электростанциях, которые делают небо черным. Да, которые вообще без фильтров. Ну, это же, как это, это не абсурд? Это абсурд, и вот почему, собственно говоря, вот здесь вот с чудесными совершенно немецкими коллегами-активистами мы решили провести около Рейстага, около Броненбургских ворот акцию. Вот она в воскресенье будет в 12 часов. И мы будем требовать, естественно, от немецкой общественности, от немецких политиков, чтобы они обратили внимание на то, что, по сути, получается, на немецкие деньги не только гробится там экология России, но на немецкие деньги накачивается путинский режим. А Путин на эти деньги ведет репрессии, он организовал огромную пропаганду, машину пропаганды, которая посильнее геббельской пропаганды. И эта машина влияет не только внутри России, но и снаружи, он влияет уже и на Запад. И третье, что он самое страшное, он ведет же захватнические войны. Вот, пожалуйста, сейчас мы видим, что происходит в Украине. Каждый день убивают людей. Это все, понимаете, получается на деньги, которые Путин получает после продажи натуральных ресурсов, там, нефти, газа. И в том числе Германия за это платит. И еще, что очень неприятно, вот за этим проектом Nord Stream 2 стоят такие небезызвестные в Германии люди, как Шрёдер, бывший канцлер, и Варник Матиас. Варник Матиас, я напомню, это Экштази, это человек, который очень сильно дружит с Владимиром Путиным, он входит в Совет директоров Роснефти и в Нешторбанк, это Путинский банк. Он там серий кардинал практически. Вы знаете, ну, я скажу так, что есть опасность, что у руководства компании Nord Stream 2 AG, которая базируется в Швейцарии, у нее связи мощные с секретными службами России. Я считаю, что для Европы это опасно. Сторонники Nord Stream 2, они говорят, ну вот наоборот, что Украина же безопаснее, потому что даже если Россия и перекроет этот газ, тогда из Германии они могут с Запада получить этот газ. Ну, вы знаете, мне кажется, что как раз это небезопасно. Почему? Потому что мы прекрасно видим карту военных действий, и волшебным образом, да, фашисты, да, как их называет там путинская пропаганда, они вдруг исчезают где-то в радиусе 70 километров от газопроводов. То есть это говорит о том, что вот эти вот газопроводы, да, это некоторая такая охранная грамота для Украины, ну, для большей ее части, и что там-то путинские вот эти вот войска, да, я не знаю, как их правильно назвать, их там нету, да, вот эти вот боевики... рядом с газопроводами, поэтому, ну, практика показывает совершенно другую логику. Как вы говорили, что для Германии это тяжелый газ, но морским путем это же гораздо дороже, чем на земле. То есть это... Это же труба. Все равно дороже. И со счет строительства... Вы знаете... То есть просто скидку дает Владимир Владимирович за то, что мы с ним в одной лодке как бы... Владимир Владимирович... Во-первых, он все строит сам. Вот сейчас, например, несмотря на то, что нету... То есть в Ротенберге тогда, наверное... Вы знаете, тут вот очень интересный вопрос. Уже сейчас, несмотря на то, что нету никакой разрешительной документации, в Кургайской заказнике начались работы по прокладке... Подождите, незаконно? Незаконно. Они начались по прокладке вот этого газопровода. Я правильно понимаю, компания, которая руководит, Геррад Шройдер, или в главе ее наблюдательного совета, она, по вашим словам, нагло нарушает закон... Или ее подрядчики... Вы знаете, как... Ее подрядчики нагло нарушают русские... Она организует еще более страшную вещь. Она организует, лоббирует изменения российского законодательства в сторону ухудшения и деградации. Это еще более опасная вещь. И при этом строят еще и нарушают. Их подрядчики... Ну, строит российская страна. Ну, это для них же строится. Для них, да. И вот этот вот северный поток, он позволяет просто распродавать природные ресурсы нашей страны, моей Родины. И на эти вот деньги от продажи природных ресурсов он ничего хорошего не делает. Он может через Украину продавать. Ну, ему не хочется продавать через Украину. Ему хочется иметь дело напрямую с Германией, чтобы в случае чего можно было там пройти дальше, да, в своей военной экспансии по Украине. Еще там каких-нибудь фашистов поискать. Объяснить это российскому телезрителю, что вот это вот очень важно. Потому что только так он может свою власть удержать. Главное в обход Восточной Европы. При Бальтике, Польше. Конечно. Ему хочется работать напрямую с Германией. Он для этого готов на многое, потому что ему очень важны вот эти немецкие деньги. Именно на них он будет дальше влиять на Европу, будет даже влиять на Россию через машину пропаганды. Именно на них он будет вести свои оккупационные войны. Именно на них он будет потом сажать моих товарищей, политических активистов. Ну, знаете, Евгений, миролюбивый, миролюбивый розум. Потому что если ты любишь мир, ты должен быть готовый защищаться. А у немцев это не миролюбие, миролюбие, а маразм в какой-то мере, что частично присутствует. Это ощущение, что мы вегетарианцы и все вегетарианцы. Нам не нужна армия, нам ничего не нужно. Я тоже хотел бежать в такой мир, где не нужна армия, где все прекрасно, где пепетлиный человек, все шикарно. Я тоже мечтал об этом, но, увы, я боюсь Владимиром Владимировичем, как вы считаете, можно с ним просто там, Вова, давай без армии, мы сейчас нас сооружаем, а ты тоже потом. Это пойдет с ним? Я так напомню, откуда Владимир Владимирович. Дело в том, что сто лет назад власть в нашей стране была захвачена, по сути, террористами. Они себя так и звали. Красный террор. И вот эта вот сила, которую руководил товарищ Сталин, который был очень крупной мафиозой, он воровал людей, он занимался очень дерзкими ограблениями, убийствами. Его логика построения государства была абсолютно мафиозно-бандитская. Они создали такую организацию, как КГБ. Эта организация третировала мою страну на протяжении 70 лет, и до сих пор наша трагедия, что она продолжает третировать нашу страну. То есть это массовые репрессии, это убийства чудовищные, это как бы против своего же народа направлено. Вот что страшно. Почему в Германии такая поддержка этому? Они не понимают, не видят, не хотят видеть. Вы знаете, вот это для меня... А гречане по-другому нам думают. Вы знаете, вот это для меня самая большая загадка. У меня нет ответов на все вопросы. Я все время, последнее время думаю, а почему действительно у немцев такая поддержка нежная Путина? Я не понимаю Шрёдера, вообще не понимаю, как он может этого не видеть. Как он может не видеть, что Путин, это не просто плохой политик. А он не видит или не хочет видеть? Понимаете, вот что страшно. Путин босс мафии. И все, кто с ним сотрудничает, они получают сотрудничать с мафией. Сейчас невозможно сотрудничать с Россией, с российскими властями и не ввязаться в коррупционную схему. Понимаете, просто нельзя. Шрёдер большой роли играет на Путина, как вы думаете? Ну, я думаю, да, потому что на самом деле это такой для него обелитель, да. Потому что если Путин стоит рядом с Шрёдером, а Шрёдер был все-таки канцлером очень мощной демократии, это показывает, что значит и Путин тоже демократ, а на самом деле он мафиози. Вот, понимаете? То есть Шрёдеру нужен такой, вот знаете, он как порошок такой, тайт. Шрёдеризация. Шрёдеризация. Но он такой отбеливатель ужасного совершенно Путина. То есть он вот для этого Путину и нужен. Он говорит, он говорит, она в рот, защищая немецкие интересы, потому что благодаря моим хорошим отношениям к Герману мы получаем особые блага от Путина. Это его позиция. Вы знаете, мне кажется, это очень страшно, потому что уж кому, как не немцам, знать, как опасна толерантность козлу. Это очевидно. И вы считаете, если будет построен этот газопровод, то есть Северный поток, что Германия сообщником в какой-то мере? Она уже сообщник, она станет ещё большей сообщник, и она продлит путинскому режиму жизнь ещё на 25 лет, и будет ещё больше войн. А поскольку я живу сейчас в Эстонии, а Эстония чудесная страна, которая очень многого добилась за 20 лет, которая очень активно работает, где уже электронное государство, где у нас бесплатный общественный транспорт, представляете? В Берлине нет, а в Италии не есть. И представляете, и вот такая страна сейчас под угрозой, потому что мы видим опыт Украины, и я не хочу для Эстонии, или для Литвы, или для Латвии, для любой из прибалтийских стран вот такой вот судьбы. То есть мы можем перефразировать старую поговорку Ленина, и можем сказать, что Запад у нас купит газ, савиручку которого мы потом вас повесим или... Ну, получается, что так. Хотя это очень, конечно, ужасно звучит. Но вы знаете, я очень надеюсь, что просто обычные обыватели немцы, они просто еще недостаточно информированы. Абсолютно. Они просто не знают. Это и провал СМИ немецких, потому что в общем они не могут это все делать. И вот почему немцы совершенно не дезинформированы, и они будут против. Они не захотят платить за деньги. Но немцы тут крайне сильные. Так что... Но немцы не захотят никого убивать. Вот я об этом просто уверена. Это точно, это точно. Просто многие не понимают. Спасибо огромное. Увы, наше время подошло к концу. Спасибо.